Он видел белых медведей и полярный день. Ученик многопрофильного лицея при МГТУ Максим Шепелев побывал на Северном полюсе. В экспедицию он, как и еще десятки школьников, отправился благодаря победе в интеллектуальном проекте «Ледокол знаний». Чем запомнилась поездка? Незабываемыми впечатлениями Максим поделился с нашей съемочной группой. Нам каждому участнику экспедиции выдали сертификат, что как раз таки мы достигли Северного полюса на «Ледоколе 50 лет победы» в самом мощном атомном ледоколе во всем мире. Максим Шепелев показывает сертификат, фрагмент огромной ленты, которую оставил на память об экспедиции каждый участник и флаг Челябинской области. С ним Максим Шепелев и Маргарита Коршунова из Южноуральска, как и обещали, сделали фото на вершине мира, куда российские школьники, победители интеллектуальных конкурсов совершили путешествие на большом атомном ледоколе. Этот ледокол, он самый мощный во всем мире и я вам скажу, он очень большой. Самая нижняя палуба для нас, для участников этого ледокола, это была палуба, по которой мы ходили от жилых кают в кормовой салон, где у нас проходили все выступления. Но под ней, как оказалось позже, на экскурсии по Северному центру было еще 7 этажей. На нем есть спортзал, на нем есть бассейн. Мы на Северном полюсе высадились на огромную льдину, то есть она настолько большая толщина, что даже ледокол смог до нее запрыгнуть и не провалился. В экспедиции Максим провел 9 дней. Говорит, все они были интересными и насыщенными. В программе лекции от экспертов, мастер-классы и еще много всего интересного. Расписание у нас было очень загруженное, потому что каждый день проводились разные лекции. Это была не одна лекция, там 3-4 лекции за день. И все было очень интересно, начиная от личной жизни Виктора Ильича Боярского, где он рассказывал про свои путешествия, заканчивая о том, как устроены атомные ледоколы, ядерные реакторы и как живут зоологи. Во время поездки путешественники отметили ряд юбилейных дат, например, 90 лет Северного морского пути, а также 150 лет со дня открытия земли Франца Иосифа. Ну, конечно, с экспедицией мне больше всего понравилась остановка на земле Франца Иосифа, потому что это самое живописнейшее место за всю экспедицию. К слову, когда ты едешь на Северный полюс, ты видишь вокруг себя только лед. И самое красивое, что ты можешь видеть, это трещины во льдах. То есть это незабываемые пейзажи. А на земле Франца Иосифа уже начинаются закаты, потому что на Северном полюсе там только солнце, полярный день. А еще ставили рекорды, и по словам Максима, их было немало. Это самая северная лектория, самая северная в мире шахматная партия, самое большое количество слепленных белых медведей на атомном ледоколе. То есть рекорды, можно сказать, самые абсурдные, но их было много. В путешествие на Северный полюс Максим отправился благодаря победе в викторине «Ледокол знаний» о проекте «Росатома» школьник узнал от классного руководителя на уроке «Разговоры о важном». Больше всего мне запомнилась, конечно, атмосфера. Ледокол знаний – это в первую очередь про людей, потому что каждый из них уникален, каждый из них может рассказать что-то свое. Эксперты, которые с удовольствием поделятся опытом, дадут обратную связь на твои начинания, на твои проекты, на твои успехи и так далее и тому подобное. Это лето для Максима получилось насыщенным. Сначала поездка во Владивосток в детский центр «Океан», потом отдых в Артеке. После Крымского побережья отправился на Северный полюс. Совершил бы он еще путешествия в край белых медведей и льдов? Однозначно да. А пока он настроен на учебу. Говорит, этот год для него очень важен. Мне пришлось сдавать УГЭ. Много нового. Как минимум я хочу пройти финал «Большой перемены», который будет на 12-й смене в Артеке до октября. Я жду новых впечатлений.